Смена поколения. Вот где главная проблема Владимира Владимировича в последние годы у власти. Все-таки 20 лет у власти это много. Соратники состарились. Вот это как бы главный итог президентства Владимира Владимировича. Вы помните Владимир Якунин, руководитель российской железной дороги. Но все же человек уже со 70-ти. Это как-то многовато для руководителя, который должен встретиться в завтрашний день. И конечно же китайская модель, что у нас есть руководители первого поколения, руководители второго поколения, руководители третьего поколения. Все идет по плану. Что в общем-то да, этот модель для такого режима, как есть в России, это диктатура, это автократия. Конечно же должна у вас быть такой же кадровый план. И понятно, что кто-то из руководителей администрации президента сумел убедить Путина в этом, что все-таки это надо делать. Что плановое изменение высшего руководства это хорошо, а не плохо. Это стабильность режима и дает как бы такую надежду на будущее. Но если не народу, то хотя бы пенефициарам режима. Так что здесь конечно есть идея и Владимир Владимирович стал как бы решать эти задачи. Дело в том, что, во-первых, опубликовали список преемников Владимира Владимировича. Огромный список. Писком работали, опубликовали эти списки известные питерские политологи. Но понятно, что работал над этим списком лично Владимир Владимирович. Там вы видите все эти молодые кадры. Там и Антон Вайна, там и Леша Дюмин, губернатор Тулы. Все эти представители более молодого поколения. Но видите, конечно же, пришло уже просто физическое время и менять уже, не только привлекать какие-то новые кадры, как, скажем, Орешкин, а менять уже какие-то очень-очень возрастных людей. Валя Матвенко уже она как бы 70. Все-таки возраст. Конечно, в Политбюро были и постарше люди. 80 лет и больше даже. Но все-таки понятно, что как бы с этими 80-летиями далеко не поедешь. Поэтому с Валя Матвенко все. Она уходит из Совета Федерации и переберется в пенсионный фонд. Место освобождается и туда, как слышно, хотят назначить руководителя внешней разведки Нарышкина. Почему-то этот человек очень как бы нравится Владимиру Владимировичу. Он уже был на всех высых поштах. Он был и руководителем администрации президента. Он руководил и Госдумой, и внешней разведкой. Теперь вот будет рулить Советы Федерации. Незаменимый человек, незаменимый человек этот Нарышкин. Конечно же, понятно, что тогда освобождается место внешней руководителя, внешней разведки. Но этим еще эти изменения высшего руководства не будут, не заканчиваются. Не заканчиваются. Это абсолютно понятно, что нас ждет впереди изменение состава высшего руководства Российской Федерации. Путин очень как бы не любит отказаться от своих ставленников. Многие годы они работают, конечно. Но вот физически пришло время, что вот надо привлекать более молодые кадры. Надо делать изменения высшим руководством в стране. И понятно, что это будет сделано. Конечно, это очень интересный процесс. Потому что, конечно, людям хочется знать, кто это не новые люди, которые будут занимать эти места. Конечно, будут ли новые имена? Мы знаем, что есть руководители Вайна, Дюмин, Орешкин из нового поколения. Но понятно, что, конечно же, могут быть привлечены еще какая-то кохорта каких-то новых руководителей. Но, конечно же, в России вот такая вот кадровая политика, что вы, в общем-то, эти имена не слышите. Они где-то есть, где-то этих списков преемников, где-то крадом резервы вы слышали. Но широкая публика об этих новых именах ничего не знает. Серьезно ничего не знает. Конечно, я думаю, что это, конечно, плохо. Но вот хорошо и то, что, в общем-то, когда сменят, тогда эти имена хотя и появляются. Потому что, конечно же, когда Россией бы руководили 80-летние руководители, все-таки это было бы уже прям аналогия Советского Союза и вымирание этого Красной Империи уже в форме Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин